Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, понедельник, в игре нет никаких новостей, в магазине нет ничего нового, и я подумал, ну чем не повод снять обзор на какую-нибудь богом забытую машину в нашей игре, и сегодня мы обсудим самого худшего из Титанов, а именно Титан Т2457. Но перед тем, как мы это сделаем, я хочу обратиться именно к тебе. Скажи мне, пожалуйста, тебе не надоело состоять в каком-нибудь клане, в котором играют 20 игроков, в том числе и ты, вы зарабатываете медали, ну а все остальные просиживают штаны и ничего не делают? Надоело? Хочешь большего? Тогда вступай в один из моих кланов. В клан ГСН Стар, либо в клан ГСН Гоу Апп. Нам очень сильно нужны в клан ребята с остальными пальцами, поэтому если ты один из них, обязательно отправляй заявку в один из этих кланов, или можешь в оба клана отправить, обязательно добавь меня в друзья по никнейму, которым я обладаю в виде главы клана в соответствующем клане, ну и обязательно напиши мне привет, хочу в клан. Дальше мы продолжим с тобой общение в чате игры. Жду ваши заявки и поверьте мне, в этих кланах вы будете каждую неделю забирать все 10 наград, которые там предусмотрены. Итак, друзья, продолжаем. Титан Т2457. Почему я считаю, что это самый-самый унылый, самый худший из Титанов? Сейчас попытаюсь объяснить свою позицию, но давайте начнем с того, что, насколько мне известно, если я не прав, обязательно поправьте меня в комментариях, в игре у нас есть 5 танков семейства Титанов. Титан МК-1. Да, пускай далеко не самая бодрая машина, но на своем пятом уровне он хотя бы играется хоть как-то. Есть Титан 150, шикарная тачка, пускай не сильно подвижная, но многим ребятам нравится, особенно благодаря своему орудию. Есть у нас Титан HND. Обалденная машина, которая обладает механикой, а именно, когда менее 50% ХП у вас остается, то автоматически закрываются вот эти вот части. Это дополнительные экраны, которые прилетают вот сюда вперед, здесь поднимается наверх экран и то же самое, вот задняя часть, с этой стороны уже будет видно, вот эта задняя часть экрана, она передвигается вперед, таким образом, полностью бронируя переднюю часть танка, таким образом, увеличивая его живучесть и уменьшая шансы на пробитие. Есть еще Титан 54D, у которого механика тоже присутствует, эти экраны закрываются, в частности, вот эти вот экраны вперед прилетают, закрывают переднюю часть башни, причем это происходит по нажатию вами соответствующие клавиши. Я имею в виду клавиши, отвечающие за соответствующее снаряжение. На Титане HND эта механика срабатывает автоматически. Титан 150, Титан МК-1 и Титан Т24-57 дополнительными механиками не обладают, ну если не считать ту механику, которая предусмотрена для всех легких танков в нашей игре, а именно маскировка в движении. Но почему же я считаю, что вот этот именно Титан Т24-57 является самым хреновым? Сейчас попытаюсь это обосновать. Дело в том, что это легкий танк, который вроде бы обладает 55 км в час максимальной скорости, назад целых 20. Но только проблема заключается в том, что несмотря на то, что это легкий танк, раскочегарить его еще надо умудриться. Короче говоря, с места он не срывается вообще нифига. Что касается орудия, орудие здесь просто ужасное. Время сведения и разброс мы с вами посмотрим в бою, но могу сразу сказать, что ничем не выдающиеся, особой точности какой-то там нет. Да, вы стреляете плюс-минус точно, но прям не белки в глаз. Это первое. Второе. Здесь барабан на три снаряда, который перезаряжается между собой снарядом в магазине целых 2,5 секунды. И на шестом левеле, там где бой происходит очень быстро, 2,5 секунды перезарядка снарядов в магазине между собой, это действительно долго и безумно ощутимо. Плюс к тому, ребята, эти три снаряда обладают альфой в 160 единиц. Если кто-то скажет, что это разве мало, я соглашусь, 160 единиц за один выстрел это не мало, это хорошо, это приемлемо, это классно. Но только проблема заключается в том, что вы уходите потом на перезарядку на целых 15,6 секунды, ребят. И это шестой левел. При этом все, машина вообще не обладает УВНами. УВН составляет всего лишь минус 6. Кроме того, ребят, стоит помнить по поводу того, что Титан это машина легкая и, соответственно, броней не обладает тоже абсолютно. Здесь нет ничего удивительного. Я не говорю о том, что легкие танки в нашей игре должны быть забронированы. Само собой, что бронировать их не надо. Здесь есть маски, которые дополнительно помогают от фугасов. Но я бы не сказал, что они прям классно расположены, потому что по бортам, допустим, фугас забросить вообще не проблема. То же самое касается боковой части, задней части башни. Ну, корма здесь вообще ничем не прикрыта, но окей, корму прощаем. Спереди, ну, ребят, вот сюда вот вполне спокойно можно забрасывать и я не могу сказать, что это хоть как-то где-то спасает. Кто-то скажет, что 93 с приведенкой и здесь у нас 78 с приведенкой не каждый фугас возьмет. Да не надо ему фугас, его бронебойными вполне спокойно пробивают. Причем, я бы сказал, что еще из-за особым запасом прочности данная машина абсолютно не обладает. Если посмотреть на сравнение с другими машинами, то я, честно говоря, ну, расплакался, когда увидел вот это сравнение. Вот показатели ТТХ по Титану Т24-57, а вот АМХ-12Т. Обычный проходной легкий танк в дереве Франции. Как вы видите, полностью одинаковые орудия, полностью одинаковые разбросы сведения. Вроде бы, типа, движение, поворот башни лучше, но, блин, вы это реально заметите? Потому что 0,02, мне кажется, заметить практически нереально. Что касается УВНов, да, типа круче. Здесь минус 4, а у него прям минус 6. Но играть от этого нифига не комфортней. При этом все, у него еще и на 10 км в час скорость максимальная меньше, чем у проходника. И всего лишь, всего лишь на 3 км в час меньше скорость движения назад. Хотелось бы сказать, что всего лишь на 3 км больше, но куда там. Все остальное, ребят, тоже оставляет желать лучшего. Многие показатели тоже провисают. Доходность по данной машине мне неизвестна. Если вы знаете, обязательно пишите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать. Что касается процента по победам, то целых 54,77. Будем говорить 55% против 52% у проходника. Но только проходника качают все, для того, чтобы пойти дальше. И здесь машину за последнее время играло, как видите, 200 игроков. А на Титане играло 13. Причем один из них я. Потому что перед тем, как снимать обзор, мне хотелось вспомнить, как эта машина себя ведет в боях. Для того, чтобы не на ходу, скажем так, что-то вам там пытаться рассказать в отношении играбельности данной тачки. Я поиграл, удовольствия не получил никакого. И не потому, что легкие танки это не совсем мое. Да потому, что Титан вообще не играбельная машина. Все, что мог о нем рассказать, рассказал. Единственное, что еще не показал. Заходите в камуфляжи и сюда можно надеть все, что угодно. Но, исходя из размеров данной тачки, я, честно говоря, так и не определился вообще, что ему, в принципе, может подойти. Ладно, с обвесами это дело отдельное на любителям, поэтому за них цепляться не будем. А вот заценить машину, мне кажется, стоит. Куда и отправляемся. Итак, друзья, то, что я хотел первое вам показать. Ну да, спасибо большое. Действительно, если ты меня не толкнешь, я никуда не поеду. Итак, ребят, вот стоим. 55 километров максимальная скорость. И давайте теперь попытаемся раскочегарить данную машину. Нет, я не спорю. Когда вы на ней разгонитесь, когда вы наберете полную скорость, она едет нормально. Тут вопросов никаких не имею. Она действительно поворотливая. Она действительно очень юркая. Вопросов нет. Но стоит вам остановиться и начинай все сначала. Вот вам угол склонения орудия вниз. Здесь вообще никакущий. Отыграть нормально не получается. Время сведения и разброс, как я говорил, вполне себе нормальное. Здесь цепляться не буду. Но, блин, насколько же все-таки скучно отыгрывать на данной машине, вы себе просто не представляете. Я попробовал бы ради интереса поиграл на других легких танках для того, чтобы сравнить ощущения от этих машин. И могу сказать следующее. Все-таки многие другие машины гораздо интереснее, чем это. Ну вот у меня 20 километров в час движение назад, а спрятаться я все равно не успел. Хотя я вовремя начал отъезжать. Как только сделал выстрел, сразу начал откатываться. И вот если вы стоите на месте, начинаете движение, то он там сначала думает, ну а потом только начинает ехать. Для тех ребят, которые ездили когда-то на коробке автомат с большой задержкой старта, то вы, в принципе, понимаете, о чем я говорю. Это когда ты нажимаешь на педаль газа, машина вроде бы начинает ехать, но она как-то очень вяло разгоняется и вообще не пытается как-то там вперед куда-то вырваться. Ну и самое страшное, ребят, то, что это прям сущий картон, все вот эти вот дополнительные экраны, они вообще никак. Вот сейчас, кстати, обратите внимание, я уже практически полностью вылез и все равно я не могу опустить орудие ниже. Как ни крути, ребят, а вот самое фиговое то, что есть в этой машине, это полная картонность, но это, в принципе, понятно, потому что все-таки танк-то легкий. Но самое страшное, то, что вам необходимо с этой картонностью и со слабой подвижностью, я имею ввиду, без возможности резко куда-нибудь убежать, вот прям сразу начать пятками сверкать тогда, когда понадобится, вы пытаетесь пережить свои долгие-долгие секунды перезарядки орудия. И это удручает прям до безобразия. Я не знаю, может владельцы данных машин за неимением каких-то других тачек, они и скажут, что я там в чем-то не прав, что машина все-таки классная, чуть ли не имба. Но, ребят, обоснуйте свое мнение, если будете писать мнение, отличающееся от моего, с какого момента вы обладаете данной машиной, сколько боев вы на ней отыграли. Ну и желательно еще и напишите свой игровой никнейм, для того, чтобы другие желающие, наверное, в том числе и я, не то чтобы на слово не верил, но смог все-таки зайти на ваш игровой аккаунт и посмотреть на статистику вашей игры на данной машине. Может, действительно, я как-то не совсем понимаю данного Титана, но какого-то отдельного интереса к этой машине у меня нет. Хотя я люблю нестандартные машины в нашей игре, многие знают мою безудержную любовь к Могильщику, Франкенштанку, к Лесной Ведьме, которая недавно появилась, и многим другим подобным машинам, которые кардинально отличаются от всех остальных. И Титаны, по-моему, они должны быть крепкими, а этот товарищ к Титану имеет такое же отношение где-то, как я, к бальным танцам. 1230 единиц нанесенного урона, 2 уничтоженных соперника. Что касается результативности по фармам, то, как вы видите, с учетом прем-аккаунта 27700, если смотреть без учета прем-аккаунта, то 15800. Ну, понятное дело, что 6 уровень это не про фарм, но факт остается фактом. Даже вот в таком бою заработок не сильно большой, прямо скажем. Что касается нашей результативности по команде, то занимаем второе место, чему я лично очень рад, потому что такие результаты на Титане у меня лично получать на постоянку не получается абсолютно. В лучшем случае там где-то третье место по нанесенному урону. Уж больно часто и довольно быстро данную машину отправляют назад в ангар отдыхать. Вот такое вот мое честное мнение по поводу, как мне кажется, самого худшего из Титанов. Все вот эти вот ребята обладают либо какой-то интересной механикой, дополнительной живучестью, ну или, по крайней мере, просто упрямой бронелобостью, как, допустим, Титан-150, не обладающий дополнительной механикой, но в то же время, кстати, может я ошибаюсь, по-моему, не обладающий. Нет, ребят, не обладает он дополнительной механикой, но знаю, что обладает неплохой броней. Ну и Титан-МК-1, который еще, как я говорил, хоть как-то играется на своем уровне. А вот этот вот товарищ, по-моему, отношение к Титанам имеет только благодаря названию. Если вы со мной не согласны или согласны, обязательно об этом пишите в комментариях. И да, ребят, в ближайшее время, буквально через тройку-другую дней, в нашей игре появится уникальная тяжелая тачка 8 уровня с бешеной альфой. Хотите первыми увидеть обзор на эту машину у меня на канале, как только она появится? Буквально через минуту обзор выйдет в эфир. Если вы хотите не пропустить это, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас и убедитесь, что у вас вот так вот после прожатия колокольчика отображены все уведомления с моего канала. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. И да, жду заявки в клан. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok